Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 12 ноября, день Зиновия. Сегодня почитают память мученика епископа Егейского Зиновия и сестры его, мученицы Зиновии. Они рано остались сиротами, раздали свое наследство бедным людям, а себя посвятили Богу. Награду Зиновий получил дар чудотворения. С помощью молитвы стал исцелять больных. Вскоре его избрали епископом. Во время гонений на христиан его принуждали отказаться от истинной веры. За отказ жестоко пытали. Сестра, узнав, добровольно пошла за братом. Сегодня отмечали праздник рыбаков и охотников. В северных областях в это время они отправлялись на зимний промысел. Им устраивали пышные проводы и проводили различные обряды, которые помогут привлечь удачную добычу. Например, договор с лешим о том, чтобы тот не путал следов и помог добыть больше дичи. А заодно защитить от опасности, особенно от диких животных. Охотник обещал лешему, что будет вести себя в лесу прилежно. Лишнего зверя не бить, веток не ломать, не трогать зверей с детенышами. Если обещания не выполнялись, то леший мог охотника наказать. Запутать звериные следы, испугать, напустить болезнь, отхлестать ветками по лицу и так далее. Сегодня обязательно следовало выехать на первую порошу, чтобы подстрелить хоть какую-нибудь дичь. Тогда последующая охота будет удачной. Первого подстреленного зайца охотники называли именинником и особенно радовались тому, если удалось его поймать. Считалось, что тогда весь год будет очень удачливым. В некоторых областях сегодня почитали синиц. Для них мастерили кормушки, прикармливали и верили, если синицы залетят сегодня во двор, это к счастью в доме. Приметы. Если сегодня птиц подкормить, это к удаче во всем. Много синиц возле дома, скоро наступит холода. Синицы во двор залетела, счастливый знак. Синицы с раннего утра щебечут, ожидаем мороза ночью. Если девушка сегодня поест зайчатины, то станет красивой и обзаведется большим количеством ухажеров. Перед морозами вода в колодцах поднимается, а перед дождем опускается. А что бы ты еще вспомнила из своей, сказать, тренировочной практики, что тебе, с чем ты столкнулась? Вот знаешь, давай лучше всего так скажем. Вот много людей, я сам знаю по себе, вместе с тобой занимались. Ну вот почему-то один добивается успеха, а другие не добиваются. И были, возможно, говорили и более талантливые люди, но вот они как-то раз и отсеялись. Ну ведь, видимо, просто не его. Не его? Да. Любое занятие, оно успешное, если оно тебе нравится. Это любое. Это и работа лучше получается, если человеку работа нравится, и он доводит это дело до конца. Так же и здесь все то же самое. Если, может быть, человек нашел себя в другом спорте и добился там результата. Я просто на тебя смотрю и вспоминаю фильм «Качай железо», и там Шварценеггер рассказывает, в смысле, вот об этом феномене довольства. Что он говорит, вот из-за того, что я напрягаю мышцы, я испытываю такую, мол, радость, что не сравнимую там для него ни с чем. И я, говорит, вот, и, как бы сказать, вот в этой радости пребываю, пребываю, но там… Нет, вообще, это, кстати, большое удовольствие чувствовать тонус мышцы, чувствовать себя в тонусе вообще. Это и повышает настроение. Вот, кстати, даже и по себе всегда замечала, что могу прийти расстроенная, напряженная, раздраженная. Начинаю заниматься все сразу, и мир краше становится. То есть напряжение, раздражение, это говорит о том, что, как говорится сейчас модно, это стресс. Стресс. Значит, стресс – это напряжение. Ты испытала стресс, и вот некоторые люди думают, а как от него избавиться, от стресса. Они хватают кучу там различных там таблеток, некоторые предпочитают алкоголь и так далее и тому подобное. А оказывается, для того, чтобы снять этот стресс, вот как ты поступаешь, надо просто-напросто потренироваться. Тренировка – это мышечное напряжение, да? Это выплеск эмоций. Выплеск эмоций. В силу, через силу все это проходит. Ну и вообще общение в зале с людьми, которые тоже это нравится, этот спорт. Тоже это эмоциональный какой-то обмен происходит. Эмоциональная подпитка, да? Да, и повышается настроение. И после того, как ты позанималась, вот это вот напряжение, да, значит, напряжение уходит, следом, естественно, следует фаза расслабления, и человек расслабляется, вот это вот умственное все это выходит, снимается, и он уже может спокойно и спать, да? Да, естественно. А то понервничали, покорили, или там выпили, еще что-то, еще что-то, пришли домой, ни напряжение, ни расслабление, телевизор посмотрели, я это назову, знаешь, какое-то срединное состояние, да? Ни напряжение, ни расслабление, и они не могут уже в кровати расслабиться, и вот глаза смотрят, что-то там еще такое. И потом дайте мне что-нибудь такое, чтобы, знаешь, чтобы я расслабился, а утром дайте мне что-нибудь такое, чтобы я собрался. Собозрился. Оказывается, вот физические упражнения, значит, силовые прикладные. Кстати, и с утра, вот я вообще могу заниматься как с утра, так и вечером спортом, это и зависит как раз от моего настроения, от настроя, вот. Иногда, наоборот, хочется вечером выплеснуть все эмоции, весь негатив, как раз перед сном, чтобы спокойно заснуть. Вот таким вот образом. Хватит, Риса? Хватит. И у нас с вами как раз получилось блюдо для тех людей, которые хотят, чтобы у них росла мышечная масса. А те, кто хочет похудеть, постройнеть, просто это тоже ценное блюдо, полезное очень. Просто пореже его употреблять, а набор массы почаще. Шестнадцатые лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавные движения, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусна, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. Семнадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению и поэтому ее связывают с женской энергией. Что касается энергетики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечный чай и промывающие, и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый, вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить когор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok